Итак, друзья, всем огромный привет, всем доброго времени суток, я вас всех приветствую, друзья, сегодня на необычном видеоролике на моем канале. В общем-то, друзья, наверное, мало кто ожидал увидеть подобный ролик, конечно, я уже такой один выпускал, и, в общем-то, он не очень как бы набрал просмотры, но я посмотрел аудиторию КРМП Мобайл на Ютубе и всяких интересных видосов, о чем они рассказывают, что они показывают, что они записывают, и, в общем-то, решил тоже это попробовать, и нашел, в общем-то, на просторах интернета такой проект, как РМП Перфект Мобайл, в общем-то. Здесь нас, в общем-то, приветствуют, предлагают зайти на сервер Prime или же на сервер тестовый, поэтому давайте мы, наверное, подключимся на Prime сервер, потому что, ну, получается, начальные вставки там показывали, что на Prime сервере присутствуется, типа, бонус около что-то там 30, в общем-то, миллионов рублей. Это, конечно, очень хороший бонус, приятный, вроде когда 30 миллионов, только я тут почему-то, ребята, знаете, что не могу понять? Я почему-то не могу зайти, то есть я не могу подключиться. Я нажимаю на подключиться, он, в общем-то, друзья, не знаю, на самом деле, что произошло, но, в общем-то, вылетела у меня сначала игрушка, в общем-то, встретила она меня, приятно, как я понял, предлагают нам здесь зарегистрироваться, добро пожаловать, Мишаня Маренко, кстати, мой ник, да, Мишаня Маренко, если что, при регистрации, ребята, если что, его указывайте. Давайте я сейчас, наверное, веду все пароли, а потом уже, ребята, мы продолжим. В общем-то, друзья, я успешно зарегистрировал своего аккаунта, теперь нам, в общем-то, предлагают переодеться, то есть мы можем выбрать себе здесь шмотки, в общем-то, здесь есть вот такой вот сразу нормальный тип, то есть он, на самом деле, подходит к статусу, то есть такой более не бомжик с кофточкой. Так, как, я его не мог выбрать почему-то, ну, потому что на телефоне я, наверное, не привык. Так, в общем-то, вот такая вот есть кофта, вот с таким вот спринтом, думаю, ребята, будет по кайфу, поэтому давайте мы посмотрим. Так, вы можете указать никнейм вашего друга при достижении вам отыгранных 12 часов, он получит награду в виде 250 евро. Поэтому, друзья, я, конечно, не знаю, кого можно будет ввести, но вы в любом случае, ребята, попробуйте ввести мой никнейм, который, в общем-то, ребята, звучит следующим образом, как Мишаня Моренко, поэтому, друзья, если что, в описании свой ник напишу. В общем-то, как вы уже можете заметить, мне выдают очень много денег, то есть это, в принципе, здесь нормально. Здесь, кстати, неплохой, ребятки, онлайн, я хочу сказать. Так, есть управление, я, конечно, впервые, наверное, почти вот тап, нашел тап на сервере 168 человек. Ребят, я считаю, что это очень достойный, кстати, результат для КРМП Мобайл, то есть можно, в общем-то, здесь полетать. Давайте попробуем, наверное, найти, что сделать, ввести, наверное, чатик, нам нужно, да, правильно, нам нужно, ребята, в чат что-то, наверное, написать. Короче, хочу найти GPS и хочу посмотреть, есть ли здесь автошкола. Так, да, наверное, будем сейчас вот смотреть, где автошкола. Самое главное, мне нужно помочь, это, в общем-то, друзья, найти клавишу для чата. Во, я вроде как нашел. Так, тут вроде как слэш GPS. Так, вставить. Во, есть основные места. Есть, получается, государственные организации. Нам нужно, наверное, сюда, да, выбрать. Администрация, это не то. Так, я снова вышел. Нам нужно снова прописывать. Ладно, я, ребята, надеюсь, то, что совсем скоро привыкну, это буду делать очень быстро. Наверное, в основных местах, если нет нигде получения номеров, тут есть, в общем-то, интересная, кстати, система. Прикольно, можно будет номера повыбивать. И что-то нам почему-то ничего не пишут. Ну, давайте мы, наверное, посмотрим не автовокзал. Наверное, найдем какой-то автосалон, поедем туда. Да, в общем-то, есть, наверное, вот автосалоны. Есть автосалон южный, например, найти. Это у нас, ребятки, где? Это что, у нас прямо тут рядом, что ли? Это у нас автосалон, ребята? Так, или где? Нет. Что-то я путаю, да? Это, наверное, явно не автосалон, но метка почему-то поставилась сюда. Она же желтая, да, получается, метка? Ну-ка, давайте еще раз попробуем написать GPS, посмотрим, что уберется. Так, автосалоны и, например, Арзамас. Так, а метки почему-то все еще не видно. Наверное, будет на карте показано где-то. А, вот она, красная, все, нашел. Так, ну, блядь, как же я долго в этом всем разбираюсь. Наверное, нужно все же поменять, ребята, точку направления автосалона, потому что что-то это вообще беда. И нам нужен, ребята, южный, наверное, если так уже размышлять. То да, вот он, в принципе, недалеко. Так, нужно, ребята, последнее, что сделать, это опять же зайти в GPS. Я извиняюсь, что я так надоедаю. Но все же нужно, ребята, посмотреть, есть ли здесь, в общем-то, автошкола. Потому что, ребята, я думаю, что по-любому надо будет сдавать на права. Почему-то здесь нет автошколы, не знаю. В общем-то, надеюсь, то, что у нас уже есть права, то, что их получать не нужно. Поэтому мы можем сейчас, наверное, спокойненько погнать и арендовать, в общем-то, мопедик, где он у нас тут арендуется. Вот. Кстати, можно, ребята, в принципе, кого-то попросить, но я думаю, то, что нет. Давайте не будем никого попросить. Просто сядем, наверное, вот на мопед и просто, ребятки, поедем до нашего автосалона. Только единственное, знаете, что непонятно. Так, нажмите два клавиши или команда Е завести двигатель. Блин, как же тут неудобно. А почему здесь не разместили, типа, ну, Е. Вот. И это мне постоянно нужно по команде, типа, прописывать. Ну, ладно, в принципе, это будет несложно. Просто на многих проектах я, на самом деле, тоже играл, посещал. Ну, немножечко шарю, ребят, на самом деле, по КРМП. И могу сказать то, что... Ага. То есть у меня сейчас автосалон слетел, да? Или как? Почему метка у меня показывается совсем другая? Почему где-то здесь метка показывается? У меня что, автосалон слетел? Не понял. Так, мне нужен, ребята, автосалон. Почему он не поставился? Почему он на карте, ребята, тоже не показывается? Не могу понять. Автосалон южный. И где он у нас? Вот, вот, вот. У нас он справа где-то, да. Все, метку я вижу. Можно, в принципе, лететь. Здесь же, по сути, как я помню, тоже играл на некоторых серверах. Я помню, что здесь где-то тоже поблизости был автосалон. Вроде как вот справа даже. Если бы здесь были тачки, а там вроде и есть тачки, то можно, в принципе, заехать и сюда. Кстати, кто, ребята, суть ролика не понимает, я, наверное, скажу, что суть этого ролика это, в принципе, просто посмотреть на сервер, вообще посмотреть, как он реализован и из чего он, ребята, состоит. Этот транспорт не принадлежит вашей организации, вашему рангу недоступен. Понял. То есть, это, ребята, какая-то, видимо, банда. То есть, я, конечно, не знаю, почему банда расположена, опять же, здесь, когда это, ребята, было бы очень глупо. Ну, серьезно, типа, она должна располагаться в каком-то укромном месте хотя бы. То есть, я считаю. Ну, не знаю, ребята, это, в принципе, Prime RP. Carry MP Mobile. А, Perfect. Вот, да, что-то у меня аж название сервера из головы вылетело. Ну, ладно, бывает. Это я просто удивляюсь, ребята, на самом деле, сервочку. Нужно доехать до автосалона, посмотреть, что здесь есть по тачкам. Сначала, для начала, я думаю, нужно приобрести машину. Но, в принципе, первая тачечка будет на проекте. Это будет очень хорошо. Да, я говорю, то, что будет очень смешно одновременно. То, что если я сейчас попробую, ребята, купить автомобиль, я его, наверное, приобрету. И в любом случае приобрету. Почему бы и нет. То есть, я, наверное, в какой-то момент не смогу передвигаться, потому что у меня нету тех же прав. Ну, не знаю, есть ли бонус по донату. Хотя, наверное, такие проекты сейчас не выпускают. Хотя, раньше, помню, были. Не знаю, надо будет посмотреть. Если вам еще будет так же интересно, ребята, то напишите, будет ли вам интересно записать серийку, как я буду покупать админки на таких серверах. Ну, я считаю, что это будет, ну, правда, забавно. И можно будет, ребята, посмотреть, вообще позабавиться. Так, ладно. Автосалоны. Вот они у нас, автосалоны. Нам нужно, ребята, какой-нибудь интересный автомобиль приобрести. Так, только у нас тут, наверное, через Альт, да, управление. Наверное. Вот. Здравствуйте, я сотрудник Федеральной службы безопасности. Только это не то. Почему я не могу, ребятки, перейти, вот так вот, перейти, да, к списку. Так, это у нас 23 миллиона стоит. Это получается у нас, смотрите, x6. Я могу еще приобрести. Также у нас тут приорик есть, ребята. Слушайте, нормальный тут такой карпак. Мерин. Только цвет, я не знаю, как можно тут выбрать. Кстати, ребята, сервер еще доступен для компов. То есть вы можете через комнату же играть, ребята. В эту игру. То есть вы не подумайте. То есть не только через телефон. Мало ли, у кого-то нету телефона, но есть компьютер. Поэтому, как бы, для вас говорю. Так, есть GTR, но есть еще при этом гелик. Я бы на самом деле гелик бы купил. Но, так. А, я бы купил. Поздравляю. В натуре, ребята. Я случайно купил, короче, гелик. То есть, я думал, что я сейчас не куплю его, потому что, типа, нельзя, поняли. Но можно, оказывается. Так, там описалась какая-то команда, но я на команду почему-то не посмотрел. Короче, я случайно купил гелик, ребята. Я думал, что нам на него не хватит, потому что там, мне казалось, цена какая-то большая. Но нет, я купил гелик в натуре. И надо будет, ну, полевом на нем ехать в тюнинг, потому что это просто без вариантов. В тюнинг нам нужно ехать. Так, только, ребята, нам нужно GPS. Вот теперь по-любому GPS. Так, и посмотреть. Смотрите, знаете, как? Ближайшее столо. Найти свою квартиру. А есть, найти свою машину. Почему такого нету? А может быть, как-то в меню? Блин, я не посмотрел, ребята. МН. Да, вот. Личные настройки, аксессуары, промокоды. Так, доступные команды. Вот. Чат, основной. Вот транспорт. Во, нашел. Так, паспорт ТС. Выкинуть, открыть. Припарковать автомобиль. Найти автомобиль по GPS. Это Find Car. Find Car. Понял, пацаны, так. Изучаем нахуй английский. Find Car. Во. Да. Все, нет, не получилось. Погоди, надо еще развести МН. Опять же, у нас, где у нас доступные команды. Транспорт. И, в общем-то, нам нужно припарковать автомобиль. Парк F и просто парк. Да, блядь, а как машину-то пригнать? Я не могу вот-вот-вот что понять. Так, парк, например. Ага. Нужно находиться в автомобиле. Я понимаю. А где моя тачка? Так, ребят, слушайте, давайте, знаете, что мы сделаем? У нас же очень много денег, поэтому, в принципе, можем себе приобрести еще автомобиль какой-нибудь. Например, привору. Почему бы не, давайте, ладно, привору купим. Мне, в принципе, как бы не сложно. Так, нам нужно залететь. А как нам залететь? Перейти. Вот, и купим привору. Привору, в принципе, недорогая тачка. Поэтому давайте мы ее купим. А, да, купить. Смотрите, для загрузки автомобиля в игру используйте Fix Car. Во. Давайте Fix Car. Во. Точно написать. Надо было сразу идти посмотреть, но это, в принципе, моя глупость была. Моя была ошибка. Так, Fix Car. Ну-ка. Вести. Загрузить автомобиль. Во. Мерседес G63. Еще и приору купил. Охуенно. Fix Car. Так. Выгрузить автомобиль. И, ребятки, как его найти, в общем-то. Вон, какой-то гелик появился, но это явно не мой. Наверное. Ну, вряд ли это мой. Это чей-то, да, ребят, это чей-то. Так, только нам нужно теперь... Так, автомобиль вадом мы загрузили. Fix Car. И теперь нам нужно его найти. Не загружено. А почему? Он, ребята, почему-то... Вот, выбрать. Вырвайте предыдущий автомобиль, с чем загрузить новый. Так, я понял. Вот теперь мы его загрузили, теперь выгрузить. Автомобиль выгружен сервер. В смысле? Блин. Как нам его... То есть мы его выгрузили. А, там какая-то была команда, чтобы найти этот автомобиль. Оп-то. Так, ладно. G53, загрузись. И вот он, ребятки, появился. Наконец-таки. Я это сделал. Давайте мы, наверное, его откроем. Вроде как команда log. Это я вроде как помню. Так, личный транспорт. Использовать log-tip. Log-1. Так, понял. Все, ребята, потихонечку, потихонечку. Начинаю понимать вообще, как она играется. Это игруха, так скажем. Как это все пишется. Короче, потихонечку начинаю, пацаны, разбираться. Так, log. И, ребятки, 1. Вот. Все. Теперь закрыто. Теперь мы, в общем-то, можем также, наверное, завести автомобиль. Это команда E. Да. Надо будет потом еще управление, ребята, по-любому посмотреть. По-любому оно здесь есть. То есть, ну, как бы машину ту же самую заводить. Я думаю и надеюсь, и думаю, и надеюсь то, что есть. Так, ладно. Давайте это закроем. В принципе, можно, ребята, отправиться сейчас в любое, в принципе, уже место. То есть, как вы можете наблюдать. Я приобрел себе гелик, ребят. И, то есть, я зашел просто на сервер. То есть, в принципе, почти ничего не делал, да. И просто быстренько купил себе гель-лентваген. Так, надо посмотреть. Знаете что, получение прав. Точнее, нет, не прав, а этих номеров. То есть, я думал то, что, ребята, серьезно, это будет все, как бы, куда сложнее. Но нет. Так, назад. Основные места. Получение номеров. Вот. Хочу получить номера, ребятки. Это у нас получается где-то... Да, все. Все, мы, в принципе, сейчас быстренько долетим. То есть, мы сейчас уже едем, ребята, не на мопеде, не на велике. То есть, мы на гелике. И, то есть, как бы, мы уже серьезно, ребята. То есть, в принципе, ребят, если кому будет интересно, залетайте на проект. Конечно, сразу говорю то, что, ребята, это ни в коем случае реклама этого проекта. То есть, я зашел на этот проект самовольно. То есть, ребята, никто меня сюда не приглашал. Никто не заставлял. Это, в принципе, обязательно, как бы, нужно знать. То есть, зашел я по своему желанию, честно, на проект. И вот, решил, в общем-то, поиграть. Поэкспериментировать и показать это вам. В общем-то, если вам рубрика понравится, я буду, в первую очередь, очень рад. И буду продолжать играть, например, на проектах, на которых я заходил. И вот, по типу, сейчас я зашел, этот проект, в общем-то, посмотрел. И, в общем-то, заценил, он мне понравился. То есть, если он понравится по активности и вам, то я буду обязательно, друзья, продолжать записывать серии, уже отдельные, по определенным каким-то проектам, если они вам понравятся. То есть, перфект у нас, он уже у нас есть в коллекции. Если что, ребята, просите его в будущем. Я обязательно буду его записывать. Так, вот у нас есть ДПС. Получение номеров нам нужно, наверное, заходить. Давайте мы, наверное, гелик здесь оставим. Надеюсь, то, что на штрафстоянку, ребята, не увезут. А еще самое обидное то, что, блин, когда я перезайду на сервер, у меня машины появятся где-то вообще на штрафстоянке, наверное, или там, где, в принципе, я выходил. Так, ладно, нам нужно получить номера 100 тысяч рублей. Давайте нажмем далее, Mercedes, принять. И выпал нам номер, ребята, NCN811. Ну, в принципе, ребята, да, неплохо. То есть, как бы, ладно, пусть будет так. То есть, в принципе, с такими, ребята, номерами мы и покатаемся. В общем-то, друзья, на этом я, наверное, закончу свою серию. Всем огромнейшее спасибо за просмотр, то, что посмотрели этот видос. Честно, ребят, я был в шоке. Проект мне очень понравился. То есть, ребята, в первую очередь, респект проекту, лайк за серию. И, друзья, всем огромнейшее спасибо за просмотр. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Всех люблю. Всем до новых встреч. Всем пока, ребятки. Субтитры сделал DimaTorzok